Первый канал, сказали вы, филиал желтой прессы. Да. На чем основано это? Первый канал, наш российский первый канал во главе с Константином Эрнстом, это самый чудовищный телевизионный канал, я считаю, в России. Поскольку он имеет огромный, как Москва, как ингломерат всего, денег, власти. Там то же самое. Хотя приличные люди все оттуда уходят. Ну, когда существуют такие передачи, как «Пусть говорят», «Король ринга», то есть, вот все. Вот, по-моему, это уже хуже быть не может. Поскольку ничего, вот основной принцип этого канала, я понимаю, слово рейтинг, и ничего главнее рейтинга нет. И делается все вот любыми способами, причем и прекрасными иногда. Но иногда сами чудовищные. И воспитательных программ нет? Да каких воспитательных? Да если там об этом, если там что-то и будет. Но проблема в том, что это огромное количество денег и возможностей. И при этом полная беспринципность, отсутствие вкуса. И ничего, кроме слова. Они сейчас вот начали снимать фильм про Высоцкого. Я участвовал в этой истории. Но это просто вот за граммой добра и зла. Никакого отношения ни к Высоцкому, ни к совести, ни к морали, ни к нравственности. Сама история вот начала производства этой картины не имеет. Поскольку я пытался туда внедриться. То есть, ну, с каким-то своим предложением. И когда узнал, что там происходит, я в ужасе как-то так сказал, спасибо, ребята. Больше дня. До свидания, да. К сожалению, это так. И никаких, потому что очень много раз, ну, лично наша семья была этим каналом разведена в новостях. Официально в нескольких передачах этого канала. Ни извинений, ни, ой, извините, мы ошиблись. Ничего. И я знаю, что руководители канала имеют свою долю в холдингах, которые производят желтую прессу. У меня есть такая информация.